Добрый день, уважаемые зрители! Продолжаем цикл передач, посвященных CPA-маркетингу и тема нашего сегодняшнего выпуска – психология в арбитраже трафика. И гостем нашей студии является Леонид Румянцев, как он просил себя назвать юзабилист, и сегодня он нам поведает, почему же есть такая вещь, как психология в арбитраже, и почему ты имеешь право про неё говорить? – Я тестил. – Тогда расскажи пару слов о себе, чтобы аудитория понимала, кто ты есть, что ты есть. – Я айтишник в третьем поколении. Моя бабушка изобретала первые измерительные приборы электронные, отец запускал спутники, а мать работала в военной лаборатории психологом, и соответственно на стыке вот этих вот отец айтишник и мать психолог появился айтишный психолог, юзабилист. За компьютерами я сижу с 1989 года, сайты я делаю с 1998 года, а с 2002 года я занимаюсь созданием интерфейсов и всяких рекламных сервисов. Первые рекламные сервисы, которые мы сделали, это была система активной рекламы, когда ты ходишь по чужим сайтам, а они взамен ходят по твоим. Мы так накручивали счетчик рамблера, потому что тогда было важно быть в топе. Ну вот я в основном занимаюсь с 2002 года интерфейсами, и собственно я очень много экспериментирую, очень много читаю на эту тему, и я научился управлять аудиторией. Параллельно с этим я увлекался политикой, и там меня тоже научили управлять массами. Я работал сначала на одну контору, потом я перешел в другой стан и работал в аппарате президента внештатным сотрудником, проводил всякие информационные войны. Ну вот, собственно, в том, что ты озвучил, не зафигурировал вещи, связанные с трафиком, в частности, вот направление, которое связано с арбитражом. Оно-то как к тебе попало? Ну, все очень просто. Когда я ушел с SEO-пульта, я долго думал, чем заниматься, начал заниматься арбитражом. Ну, чтобы понимать, по сравнению с SEO-пультом мы руками, где надо привлекать аудиторию просто огромную, по сравнению с всякими информационными войнами, где там идет управление миллионами. В арбитраже это, знаешь, как на пенсии, знаешь, такое развлечение, вот ты сидишь и вяло вот этим трафиком занимаешься, потому что то, как занимаются основные арбитражники, ну, как, вот у нас больной, ему дали 2 килограмма синих таблеток, не помогло. Дали 2 килограмма красных таблеток. Что за больной, чего у него болит, там, как его лечить и так далее, никто не разбирается. Все просто тестируют. Если идет, оставляют, не идет, не оставляют. А на больших объемах нет возможности тестировать, поэтому мы используем там более глубокие технологии. Есть же разные уровни психологии. Самый высокий уровень психологии – это вот трактовка смыслов. Почему там Apple, который у тебя там на коленках лежит, вот этот ноутбук, почему он рулит? Потому что он дает людям смыслы. И когда ты умеешь производить вот эти смыслы, когда ты умеешь управлять трафиком на этом уровне, то, собственно, математика не особо важна. Я из всех экспериментов, которые проводил с арбитражом, там, вот туда гнал трафик, сюда гнал трафик. У меня практически не было минусов. Ну, никогда. Потому что, когда ты изобретаешь вот такие вот схемы, то сложно проиграть, потому что ты дергаешь людей за самые такие, самые чувствительные ниточки. А если приблизиться в сторону вот нашего, простых смертных людей, которые работают с трафиком, как это можно пощупать, просмотреть? Ну, все очень просто. Когда мы начинаем арбитражить, первое, что начинают делать, выбирают оффер. Правильно выбирать не оффер, правильно выбирать аудиторию. То есть у вас есть какая-то аудитория, которую вы знаете. Нельзя работать с той аудиторией, которую вы не знаете. Потому что правила 10 тысяч часов никто не отменял. Везде нужно наработать опыт, везде нужно понимать, какие подводные камни есть у конкретной аудитории. Правильно пользоваться так называемыми персонажами. Есть гениальная книга по юзабилити психбольницы в руках пациентов. Ее должен прочитать каждый арбитражник, который не хочет тратить деньги на тесты, а хочет сразу выстреливать. Нужно выстрелить персонажа. Представь, что ты пишешь какую-нибудь книгу, детектив, и ты в этой книге рисуешь какого-то персонажа. Это должен быть собирательный образ. Это Мария Ивановна. Ей 38 лет. У нее дети уже ходят в институт, ей нечем заняться. Она на работе сидит в одноклассниках и, соответственно, по старой памяти играет в ферму. Поскольку у нее другой жизни нет, она посылает смс-ки, потому что для нее важно, чтобы огород не загнулся. Когда мы рисуем вот таких конкретных персонажей, максимально живых, тут главная ошибка не брать живых людей, тут надо брать собирательный образ. Но мы сразу видим, где находится эта аудитория, что ее цепляет, что для нее важно, что для нее не важно, что она может рассказать о себе, то есть, чего она говорит. Помнишь, в фильме был «Чего хотят женщины»? Там была сцена, когда чувак, который умел читать мысли женщин, и вот женщина думает, и он вот это проговаривает. И она такая, да нет, я так не думала никогда. Потому что люди транслируют о себе то, что они должны сказать, но думают они по-другому, и надо найти вот это, что они думают. Как это делать? Как? Вот ты построил абстрактный себе образ. Почему? Это конкретный образ? Нет, это абстрактный образ. Это вполне конкретный персонаж, живой. Ее зовут Марья Ивановна. Он собирательный образ. Ну и что? Она живая, все. Не важно, а история под названием то, что ты создал некую иллюзию, наполнил ее смыслом, и дальше как тебе подтвердить, что твоя иллюзия соответствует ожиданиям для продукта, с одной стороны, а с другой стороны, как найти ее проекцию в, допустим, социальных сетях. Вот по каким признакам, какие инструменты я могу расстроить вот эти параллели и понимать, что я попал. А не просто я нахожусь в некой игре воображения. Смотри, сначала надо строить персонажей. Ну, в любой нише надо строить персонажей. Персонажей бывает от трех до пяти. Вот ты построил три таких персонажа. Дальше выбираешь одного антиперсонажа. Либо рисуешь. Ну, есть всегда такие клиенты, которые там, ты как арбитражник должен знать, приходят клиенты, которые выносят мозг, у них маленький бюджет. И со скандалом уходят. Вот есть такой антиперсонаж, которых ты не допустишь к своему бизнесу никогда и ни за что. Вот мы его вывели, вычеркнули. Вот у нас есть там три персонажа, допустим, под которые мы должны уже арбитражать. Уже конкретно под персонажей мы подбираем офферов. Не надо брать офферов и подбирать под них персонажей. Надо брать персонажей, которых мы знаем, с которыми мы уже работаем. Там по работе оффлайне в офисе, там не знаю, потому что мы где-то там в какие-то клубы ходим. Спелеологи хорошо арбитражат на спелеологов. Потому что у нас там какие-то родственники есть, и они нам там уже всю плеш проели про свой бизнес или про свою работу, и мы, грубо говоря, знаем, что там происходит. Вот когда мы видим вот это вот, мы на эту аудиторию можем арбитражить. То есть мы нашли вот эту аудиторию. Мы простроили персонажа. Дальше мы начинаем смотреть на ее потребности. То есть чего она конкретно хочет. И тут очень важно понять, что не надо подбирать офферов, надо подбирать решение конкретной проблемы. Вот у человека есть какая-то потребность. Мы берем студентов, которые там, или там даже не студентов, мы берем людей после вуза, которые приехали в Москву. Первое, что они делают, они снимают квартиру. Скорее всего там на всех и так далее. Они снимают квартиру, у них нет в квартире микроволновки. Потому что те, кто сдает квартиру, там микроволновку не ставят. Потому что им хоть бы как, все равно возьмут. И, соответственно, люди, которые снимали квартиру, они через двое суток начинают искать микроволновку. И значит мы эту микроволновку можем им подсунуть в рекламу. А откуда у нас информация, что через 2 дня? Ну, просто статистика, потому что мы знаем эту аудиторию. А откуда мы берем эту статистику? Аудиторию, ну, ты как бы, ты можешь знать аудиторию, можешь не знать аудиторию. Если ты не знаешь аудиторию, то ты вот так вот пальцем вверх тыкаешь. Вот если я тебе спрошу про тех людей, которые приходят и там в Сепе и Сети, то ты точно так же построишь все вот эти три персонажа и точно знаешь, что вот этот персонаж, он через месяц в два раза увеличит бюджет. Ну вот ты по наитию знаешь, что вот эти вот люди, которые вот приходят с такими оферами, они через два месяца увеличивают бюджет. А вот этот упрется в свой коу-центр, и вот там все так и будет, придется держать лимит, потому что они больше никогда не обработают, потому что там высокая бюрократия. И там, чтобы увеличить коу-центр в два раза, там этому банку надо там служба безопасности, и все вот это вот дела, это целая история. Правильно ли я по тебе понимаю, что людям, которые хотят начать работать с оферами арбитража, им надо прежде всего изучить тех людей, которые их окружают, чтобы вникнуть в их потребности и прочие вещи? Все правильно. Возникает момент, если арбитражник человек из региона, в его регионе одни потребности. Те люди, которые платят хорошо, они могут, так сказать, в Москве. И их представление, и мироустройство может кардинальным образом отличаться от того человека, который находится в регионе. Вот в этих случаях как бы. За пределами среды находишься. Вот там она абстрактная Москва, и там абстрактные люди в соцсетях, они там вот есть. А вот у меня здесь все вокруг бухают, и... Ну, давай посмотрим, что мы видим, которые вокруг бухают. Они не пользуются теми инструментами коммуникации, с которыми я работаю. Там можно до хрена денег заработать в регионах, потому что там... Бесспорно. А вот что мне делать в том случае, что если мой окружающий мир не соприкасается с рекламными продуктами, которые есть в себе и сетях? Ну, исходя из твоей парадигмы. Ну, такого невозможно. В CPA-сетях есть все. Давай рассмотрим примеры. У нас есть маленькие городки, там по две тысячи населения, там один банкомат. Там хорошо идет Тинькофф. Ну, потому что там всего один банкомат Сбербанка, а банковские продукты людям все равно нужны. Хорошо, услышали. У нас есть в тех же маленьких регионах, там есть огромное количество домохозяек. Которые вот, вот у них есть культура, и в этой культуре у них единственное что, это посидеть за столом. А ты хорошая домохозяйка, если ты хорошо готовишь. Значит, им можно продать вот эти вот пластмассовые штуки для красивой нарезки, потому что для этой домохозяйки очень важно красиво выглядеть перед подругами. Потому что в маленьком регионе, в маленьком городке очень важно, как ты выглядишь. То есть в Москве можно ходить не брить, там всем пофигу. А в городках, где все друг друга знают, очень важно вот эти понты. Они намного красивее выглядят, чем москвичи. Они намного красивее выглядят, чем питерцы. Потому что для них вот эта вот внешняя красота очень важная. Соответственно, ламода нормально идет, эти самые, всякие кухонные приборы нормальные идут, да, и элитный алкоголь туда можно тоже продавать, если находить людей, у которых там будет юбилей, ну, людей, у которых есть юбилей, и их, им знакомым, продавать там в складчину вот этот вот дорогой алкоголь. Там все это можно найти. Можно найти до хрена денег рядом с собой. То есть не обязательно быть в Москве. Хорошо, мы про аудиторию поговорили понятно. Теперь история под названием «Как коммуницировать с этой аудиторией?» Ну, соответственно, у нас есть персонаж. Мы выявили его потребности. Причем, когда мы выбираем потребности, это очень важно, мы выбираем не одного оффера, а как бы решению проблем. То есть мы, например, можем скрестить два оффера, зарабатывать в два раза больше, и при этом конверсия будет намного выше. Очень хорошо, например, идет, если скрещиваешь какие-то женские офферы вместе с бесплатным СПА. Купи там, не знаю, сумочку и получи СПА в подарок. Как бы они, СПА в подарок само по себе плохо идет, потому что там, ага, там что-то обманут и так далее. А когда ты объясняешь, что это как бы в подарок, за то, что ты что-то сделаешь, то человеку более понятно. То есть мы вот начинаем работать уже с ожиданиями клиентов. Вот есть оффер, есть ожидания, дальше надо им дать правильный сигнал. Надо понимать, что разные люди покупают по-разному. Есть люди, которые покупают по техническим характеристикам, айтишники. Если взять, например, статистику, то там по компьютерам в Гугле запросов намного больше, чем в Яндексе по поиску. Там просто больше трафика. Поэтому мы берем, например, не директ, а айсенс. Ну просто потому, что там и дешевле получается, и трафика больше. А если у нас есть, не знаю, у нас есть аудитория, ну та же женская. Женщины, они покупают не логику, они покупают эмоции. И, соответственно, нам надо эти эмоции продавать. Если у нас есть студенты, то у студентов главное, вот то, что они говорят, что они хотят иметь бизнес, или не иметь бизнес, или работать в Газпроме и так далее. Это то, что они говорят, потому что это от них ожидает. Но на самом деле, если мы берем студентов, то для них главное быть востребованными. Потому что они понимают, что сейчас институт закончится, они никому не нужны. И, соответственно, вот это рабочее место им и продается. Когда идет там всякая бизнес-молл, и все эти бизнес-тренинги, студенты туда идут не потому, что они хотят запустить бизнес, а потому что они понимают, что сейчас институт закончится, и они никому не нужны. Что надо хотя бы куда-то деваться, чтобы пожрать. Потому что потолок у большинства этих бизнесменов 30 тысяч в месяц. Вот у него 30 тысяч в месяц, но они есть. И, соответственно, надо у каждого найти вот эту вот потаенную мечту. Когда продаются путевки или какие-то бизнес-тренинги, там всегда показываются вот этот человек с ноутбуком на пляже. Ну, как бы на пляже с ноутбуком работать невозможно. Во-первых, жарко. Во-вторых, песок везде забивается. В-третьих, солнце светит, на экране ничего не видно. Но как бы есть образ. И люди как бы хотят этот образ, они покупают образ. Они хотят, там, если мы берем женщин в возрасте, они хотят выглядеть красиво. То есть им не обязательно показывают женщин в возрасте, им надо показывать красивых женщин, потому что они хотят соответствовать. Если мы берем мужчин, то им надо тоже показывать красивых женщин, потому что они не хотят, они не хотят купить костюмы, они хотят, чтобы они были привлекательны. И, соответственно... То есть при продаже мужских костюмов считают, что показывать надо женщин? женщин, которые ласкают мужчин в красивых костюмах. То есть, все-таки мужчина в костюме должен быть присутствием? Лицо главное не показывать, потому что если ты покажешь лицо, то это конкурент. Это значит, что вот есть мужик, у него есть такая женщина. Ах! То есть, идеальный вариант – это манекен. Вот кусочек какой-нибудь отрезал и хорошо. Понятно. Хорошо. Если мы рассматриваем глубже связки под названием «Портрет», «Объявление», «Лендинг» вошел. Да. Как здесь простраивается вот в таком маленьком пространстве коммуникация, вот в таком большом пространстве. И потом история под названием «Догнать его, если он сволочь не купил». Ну, давай посмотрим. У нас есть горячие клиенты, их где-то 5%. Ну, в Москве их больше. То есть, у меня был завод по шлагбаумам. У меня была доля в заводе по шлагбаумам. Я, соответственно, в Питере у нас завод, и в Москве мы когда открыли отделение, я очень удивился, потому что звонили люди и говорят, вот нам нужен шлагбаум, куда подъехать забрать. Ну, как бы, у нас завод в Питере, мы вам завтра доставим куда надо. Не, не надо. Вот нам надо сегодня и все. Потому что начальник сказал, секретарша сказала есть, деньги не ее ей вообще пофигу, поэтому она вот по первому попавшемуся объявлению позвонила и забрала. Собственно, у нас есть горячие клиенты. Они возьмут в любом случае, для них главное поговорить с кем-то. Соответственно, нужен телефон. И если у вас есть телефон, хорошо, ну, если вы можете сами общаться, это хорошо, то есть у вас есть лендинг, и когда вы только тестируете, лучше общаться самому. Ну, если как бы, если хотя бы как-то речь поставлена, понятно, что большинство трафика вы просто про камеры идет, да, потеряете. Но пока вы будете терять этот трафик, клиенты вам в трубку расскажут, чего они хотят. И, собственно, после этого можно будет поставить скрипты продаж для того, чтобы вот уже какой-то код-центр по 6 рублей в минуту этот трафик обрабатывал. То есть ты считаешь, что в любом случае в истории, которая есть уже в CPA сетях, надо достраивать некую свою собственную экспертизу, свою собственную коммуникацию, для того, чтобы повышать эффективность работы с этим. Ну, иначе ты не, как бы, у тебя может быть либо свой бизнес, либо ты можешь быть наемным сотрудником, потому что арбитраж это на самом деле, ну, как бы, есть такая история, я арбитражник, я там независимый и так далее, полный, ну, в смысле, полный обман. Вот арбитражники думают, что они занимаются бизнесом, на самом деле они наемные сотрудники, которые правильно настраивают рекламу, при этом рискуют своими бабками. А, собственно, оффер, он может там, может заплатить, а может не заплатить, а может обанкротиться, а может просто кинуть, да, пошейвить. Вот. И это обман. А если ты строишь свой бизнес, то, соответственно, ты делаешь прокладку, ну, сайт лендинг, ты достраиваешь свою экспертизу, и у тебя три оффера, и тебе абсолютно плевать, кто из них шейвит, кто из них не шейвит, кто обманывает, кто не обманывает, у кого какая конверсия. Вот у тебя есть трафик, у тебя есть доход на, вот у тебя там стоит вот этот вот трекер, который распределяет по офферам вот эти вот лиды. И там, в одного ты послал, получил 1000 рублей, в другого послал, получил 100000 рублей, в третьего ты послал, получил 100000 рублей. Ну, значит, 90% трафика на 100000 рублей, а остальным по 5% трафика, просто чтобы были, чтобы они там не отвалились. И вот так можно играть, так можно, так ты вместо того, чтобы быть наемным сотрудником, начинаешь выстраивать собственный бизнес. И, ну, как бы, Запад уже давно так стоит, они делают сайты, эти сайты аккумулируют какую-то аудиторию, и оттуда они уже арбитражат. Ну, просто потому, что это более правильно. То есть, правильно я тебя понимаю, что история под названием купил-продал, она перестает работать? Да, она закончится. И причина ее, в общем, она закончится? Потому что наемных сотрудников станет много? Ну, просто конкуренция вырастет, трафика станет дорогой. Ага. То есть, и следующая эволюционная ступень этого… Как бы надо делать свой бизнес. Так вот, этим людям-то что делать? Вот тот, кто начал, вот он понимает, его сейчас в маркетинговой переупаковке сделали из него наемным сотрудникам, и есть еще те люди, у которых уже капитал есть. И все они, послушав тебя, говорят про психологию, блин, ну сложно, они же все, многие из них, это бывшие сеошники, сеошники – люди ленивые. Как им… С сеошникам проще всего. Как им вот эту психологию применить, вот эти вот подходы в работе? Никто не говорил, что все должны применять одни и те же подходы. У сеошников все проще всего. Они, как бы, сделал большой сайт, нагенерировал контента, залил ссылки, у тебя большой трафик, и там вот чисто статистически идет заработок. Не надо изучать психологию, если ты математик. Если ты математик, сеошник, тут занимайся сео-математикой, вот есть товарные витрины, занимайся товарными витринами. Не надо вот придумывать, рисовать вот эти тизерные тизерные завлекалочки, в которых ты ни хрена не понимаешь. Зачем? Вот зачем лезть туда, куда ты не понимаешь? Если ты гуманитарий, сидишь как офисный планктон, и ты хочешь как бы, ну хотя бы, зарабатывать, желание большинства офисного планктона, на самом деле, зарабатывать столько же, только ни хера не делать. Вот зарабатывать столько же, только ни хера не делать в арбитраже легко, потому что сколько им надо? Ну, тысяч 30, 30 кредиток Тинькова, алло, это о чем вообще? Ну, вообще не трафик. Как бы находишь аудиторию, находишь ее потребности, и там я не вижу проблем. Ты так говоришь, у тебя опыт работы с кредитками Тинькова большой? Ну, да, в основном у меня банковский. Вот тогда раскрою несколько цифр, чтобы было понимание, сколько времени ты потратил на работу с этой историей, сколько ты потратил деньги на тест, сколько у тебя в итоге получилось, насколько это долгая жизнеспособная модель? Есть один кейс, который я рассказываю. Я не люблю рассказывать свои кейсы, которые работают, но есть пара кейсов, которые я рассказываю. Вот я пару раз влипал в долги, то есть у меня были долги там 800 тысяч, там миллион пятьсот, я их отдавал. И, соответственно, как бы я понимаю, что не один я такой, кто повлипает в долги. И в этом моменте очень важно иметь кредитки. Почему? Потому что у каждой кредитки есть бесплатный лимит, бесплатное время, там 55 дней. У кого-то 30, у кого-то 55, соответственно, ты берешь с одной кредитки и перекладываешь на другую. И у тебя получается там до полугода бесплатный лимит. Да, это мошенничество, это незаконно, но это возможность там избавиться от каких-то процентов для того, чтобы быстрее выплатить долги. Соответственно, я знаю, что есть должники, которым нужны кредитки. Я беру и пишу курс, как выплатить долги. Этот курс идет там по самой минимальной цене, потому что я не собираюсь на нем зарабатывать, я собираюсь зарабатывать на кредитках. Там он идет по 300 рублей. И там есть список вот этих вот кредитных карт, которые надо заказать. Вот у тебя приходит урок, закажи все эти кредитные карты. Человек заказывает, соответственно, я там от 3 до 5 тысяч получаю, ну в среднем там 3,200 получалось. Они заказывают, они идут по курсу, они отдают долги, то есть у них все хорошо, они долги отдали, они довольны. Я довольный, потому что я смог продать вот эти кредитки, на этом заработать. Банки недовольны, потому что у них херовые лиды, они меня отключают. Схемы всегда есть. И главное их искать под собой. И надо судить по себе, по своим окружающим, по своей работе. Не надо вот, все знают игры, значит, все арбитражат на играх, потому что там легко. Я тоже пойду арбитражат на играх. На играх арбитражат люди, которые занимаются играми последние 8 лет, которые имеют всю статистику, и ты с ними вот в эту маленькую воронку пытаешься конкурировать. Вот есть этот кейс, да. И сколько он прожил по времени? Пока не забанили, он прожил полгода. А потом банки начали, ну как бы, у меня огромное количество аккаунтов в CPA-сетях, якобы не люблю. Я не хочу выбиваться в топ, потому что, как бы, если у тебя много трафика, тебя начинают шейвить, те же партнерки. Потому что, когда у тебя мало трафика, тебя не шейвят, потому что, ну, во-первых, ты не интересен, во-вторых, ты все равно там подскандалишь, поконтролируешь и так далее. Огромное количество виртуальных вот этих аккаунтов, где по чуть-чуть трафика, чтобы не привлекать внимания. А что такое по чуть-чуть? Ну, там по чуть-чуть, везде по-разному. Не, ну, по порядке цифр, там, не знаю. Тысяча заявок в месяц, 10 заявок в месяц. Я смотрю, чтобы там на один оффер больше 30-50 не было. Заявок. Заявок. Да. То есть, я так понимаю, что это в рамках, ты все-таки существуешь, это минимальная история, 15-20 тысяч рублей к выплате. Это вот на один аккаунт, то есть на один логин. Ну, как бы, чтобы не выбиваться. Да. Сняп. Должен быть средним арбитрарником, который никому не интересен. Потому что, как только ты выбираешься в топ, тебе начинают шейвить. А почему тебя вдруг, если в топ ты выбиваешься, тебе начинают шейвить? Ну, потому что у тебя есть огромное количество трафика, потому что это, опять же, это, опять же, работа психологии. У меня есть любимый анекдот на эту тему. Вот, сидит мужик в баре, пьет, пьет вообще по-черному. Его встречает однокурсник, говорит, что такое? Да с работы уволили, жена развелась, там, квартиру забрали, короче, жопа, жопа, жопа. Вот сижу, пью. Да чего, чувак, не проблема, приходи, вот я напротив работаю, завтра ко мне приходи, я тебе работу дам, ну, приходит, тот ему говорит, вот там через улицу банк, надо ходить в банк раз в неделю, брать два чемодана денег. Берешь два чемодана денег, один приносишь мне, другой забираешь себе. Понял? Понял. Не вопрос, не вопрос. Проходит два месяца, тот же мужик пьет в баре по-черному. Его официант спрашивает, что такое, у тебя же как бы деньги есть? Есть. Там, новую жену нашел, да, красавица, вообще топ-модель и так далее. Там, дачу, квартиру купил, да, а что пьешь? Ну, понимаешь, за деньгами-то я один хожу, а мы их напополам делим. В русской культуре не принято считать свои деньги. В русской культуре принято считать чужие деньги. То есть, неважно, сколько ты заработаешь в партнерстве, важно, чтобы другой не заработал. И, соответственно, у людей появляется таракан в тот момент, когда вот они видят, что кто-то другой зарабатывает, вот там начинают копировать рекламные компании, там начинают шеветь. И вся вот эта херня, с которой в тех или иных партнерках постоянно сталкиваешься. Ну, эта жадность, эта вещь такая понятная. Я просто знаю не одну партнерку, которая живет за счет 10-15 веб-мастеров. Так называемые топы. Да? И в принципе она их облизывает, она им делает повышенные выплаты и строит все вокруг них. Почему? Потому что вот работать одному сотруднику партнерского департамента проще с 10 человеками. Будет маленький устойчивый бизнес, там, не знаю, 5-10 человек. Который на 10 партнеров, 10 рекламодателей, все хорошо. А когда у тебя большая толпа, там маленькие выносят мозг, при этом денег они не приносят, времени на себя требуют, у них большие накладные расходы. И зачем мне при этом резать курицу, несущую золотые яйца, ее там подрезать все время? Психология. Мне, ну, да мне таких наоборот больше нужно. Мне их наоборот перетащить нужно. Не знаю, меня не шевелит, когда я маленький. А, ну, когда большой тебя шевелит? Ну, я не стал экспериментировать. То есть, это все-таки твое утверждение, оно зиждется на неких твоих представлениях, а не на опыте. Гипотеза, да, это гипотеза. Вот у нас один из читателей задал вопрос, связанный с подстройкой. Отличный вопрос. Вот как термины профессиональные, устойчивого соотношения психологии и деньги, сходящиеся в трех букв НЛП, можно использовать? Подстройка – это шикарная вещь. Кстати, про бизнес с государством. Наше государство сделало… ну, там была вот эта история, про которую ты знаешь, когда можно было перевести свои деньги в другой пенсионный фонд. И я на беду свою вписался в этот проект, как бы мы договорились с тремя пенсионными фондами, сделали страницы, и там вот как раз это первые были нормальные лендинги. К сожалению, ну, как бы бизнес не пошел, ну, потому что как бы государство все равно все это накрыло медным тазом, потому что оно не захотело, что как бы, как бы можете переводить, но если кому будут много переводить, мы вам палки в колеса ставим. В общем, я на этом 700 тысяч потерял и плюнул, мы этот проект закрыли, потому что там пенсионные фонды все равно никому не заплатили, им там все, весь кислород перекрыли. Так вот, у нас есть аудитория, у нас есть аудитория, там как бы пенсионеров переводить в другой пенсионный фонд нельзя, потому что как бы возраст не тот. То есть у нас есть молодая аудитория, средних лет и так далее, у них у всех, у них у всех разное представление о том, зачем это делать. Ну, я сделал проще всего, я обещал, как бы, переводишь свои средства в коммерческий пенсионный фонд, получаешь суши в подарок. Нам все равно, как бы, у нас все было очень просто, у нас как бы есть молодежная аудитория, она не понимает, зачем нужна, вот, зачем нужна эта история, она вообще не понимает, нахрена это делать, но суши в подарок получить лафа та еще, да, то есть мы просто дарили суши в подарок, тем более, что просто курьер, и суши стоили одинаково, как бы мы могли курьера без суши, пускать курьером суши, нам как бы вообще без разницы. Соответственно, у нас есть аудитория мужская, ну, как бы она поделена на мужскую и женскую, у нас есть аудитория разных возрастов, у которых разные ожидания, то есть молодежи вообще пофигу, ей нужно говорить, что получишь суши и все, и не парься, там, подпиши два документа, получишь суши, у нас есть возраст 30+, где надо объяснять, что как бы уже там надо работать на здоровье, а не здоровье работает на тебя, уже там семейные ценности, дети есть, вторая аудитория, и у нас там есть, по-моему, верхний возраст был 46, по-моему, лет, когда можно было менять, если мне память не изменяет, по-моему, 46 лет, да, у нас было три аудитории, и, соответственно, там, надо говорить, уже пора-пора, потому что иначе потеряешь и так далее. Вот у нас есть три аудитории, и у нас есть трафик, который мы можем разделять, разделять мы его можем по UTM-меткам. Соответственно, мы сделали лендинг очень высокотехнологический, где тексты и картинки зависели от возраста, от пола, и у нас там еще был калькулятор, который считал, сколько ты будешь получать в пенсию, и он исходил из того, с какого-то региона, соответственно, берем среднюю зарплату, какой у тебя возраст. И мы просто сразу говорили, вот если ты сейчас поменяешь, то вот через столько-то лет ты будешь получать столько-то. Полная постройка под аудиторию. Великолепная штука, жалко с государством делать. Понятно. Спасибо. Я думаю, что мы смогли раскрыть сторону психологии и арбитража трафика. Я надеюсь, что те кейсы, которые Леонид рассказал, будут полезны. Всем-то посмотрел эту передачу. Главное, у вас появилась возможность понять, что не только знание инструмента, не только деньги решают то, чтобы вы начали в арбитраже зарабатывать больше. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»